Доброе здоровье, уважаемые посетители моего канала! Доброе здоровье, уважаемые посетители моего канала! Доброе здоровье, уважаемые посетители моего канала! Очень понравилось видео, где вы разбирали жизнь от рождения про страхи сны! Так я же как раз разбираю для того, чтобы вы могли на основе этих примеров научиться разбирать свою собственную жизнь! Это очень важно! Ну и я вот так, знаете, в охотку мне вот, и я только раз это сделал! И демонстрирую, как это я делаю! Я же не скрываю, а вам показываю, чтобы вы понимали, сколько просмотрела видосов! Изучала силу мозга, про народную медицину, только у вас нашла всю эту информацию, собранную воедино! Ну, пошла этому же и светоч народной медицины и так далее! Так вот, смотрите, пересмотреть видосов, это очень интересно! И знаете, прежде чем пересмотреть видосы, вы должны иметь кое-какое понятие вообще, что из этих видосов брать! Это очень важно! Вот я вам рассказываю, как так сказать! Очень важно иметь определенное образование для того, чтобы вы могли на основе этого образования и своего личного опыта что-то брать из всего этого, что вы посмотрели! Изучала силу мозга! Нету такого понятия, как силы мозга! Понимаете, нету! И что касается мозга, его работы, это все тавтология! Есть сила сознания! А мозг это в компьютере, это железяка! Это железяка, которая вам позволяет вот эту вот программу видеть и на экране все это отображать! Но мозг это просто-напросто материальные структуры, которые просто там что-то передают! А вся основная информация, вся эта работа совершается в сознании, которое имеет энергетическую природу! И кстати, кстати, вот я вам опять-таки показываю! Вот сейчас есть такие вещи, как облако! То есть вы забрасываете информацию в облако, она у вас там хранится, потом ее извлекаете и так далее! А где там, грубо говоря, материальные структуры? А их там нету! Но! Люди уже научились использовать информацию в виде облака, ну так называют, и оттуда ее брать! Брать уже, используя материальные структуры, чтобы ее оттуда вытаскивать! Вот так точно работает и наше сознание! Оно оперирует энергетикой информации, которую потом выводит через материальные структуры нашего мозга и преобразует их уже в виде речи, там, понятной вам! Ну, примерно так! Так! Только у вас нашла всю информацию, собранную воедино! Ну, я стараюсь, видите, я стараюсь не для кого-то, а для себя! Мне интересно, прежде всего, оказать помощь самому себе! А если я себе оказал помощь, значит, я могу оказать и вам, на основании своего собственного опыта и так далее, и так далее! Так! Ну, поехали! Родилась я недоношенная ребенком 7,5 месяцев! Годов три мне выразили аденоиды частые, насморки, храпа, ночам были! Вот, смотрите! Далее! Часто болело простудными заболеваниями! Что за вскармливание было? Вот этот момент был пропущен! И, как правило, часто боление простудными заболеваниями, особенно там до трех лет, это говорит о том, что я уже указывал, что у вас на основании неправильного питания образуется огромное количество слизи, которая начинает выделяться в виде, значит, фиксируется это все в виде простудных заболеваний! Более того, организм пытается как-то там, знаете, не раздышаться, это уже мы, так сказать, применяем терминологию бутылька! И он уже там выращивает внутри себя аденоиды, чтобы уменьшить вот этот вот, знаете, феномен раздышивания, вымывания углекислоты! А их просто-напросто, я говорю, да, вывезали и все! Понимаете, вот когда нету понимания, что происходит с организмом, вот, понимаете, я смотрю на современную эту науку медицинскую, я вообще поражаюсь! Нету понимания, есть работа уже с этими самыми, со следствиями, а откуда все это берется, как это берется, что это берется? Вы же следуете, в конце концов, нахрена мы вам платим деньги? Ну нету этой информации, ну нету информации! И вот я, светоч медицины народной, должен этим делом заниматься, ну, для себя, вы что, извините! Так, всегда было впечатлительно, обидчиво, это уже, знаете, черты характера, черты характера, которые достались от прежних, от прежних жизней! Это вроде проработало во многом это, пересмотрелось в отношении к событиям еще тщательно, полевая чистка тоже очень помогает! Впечатлительно это одно, обидчиво это другое! Знаете, я уже рассказывал насчет обиды, произошло какое-то событие, которое вы не хотите принять! Вы считаете, что вас в чем-то там обделили, и вот это вот возникает обида! А вместо этого разобраться уже, что это за событие, как его использовать для повышения качества своей личной жизни! Вот это совсем другое! И благодаря вот этим вот обидам и проработке всех этих обид и прочих вещей, вы начинаете расти! И вот тут-то и начинается ваш, можно так сказать, духовный рост! Так, ангинами болело в последний раз лет 10 назад! Ну хорошо, ангины, значит, как бы сказать, это... А вы так разобрались, что делать! Так, антибиотиками лечилось раньше бывало, ну, мы все это все проходили! По гинекологии лечили антибиотиками лет 8 назад! То есть была какая-то, значит, ну, грубо говоря, инфекция... А инфекция... Хе-хе-хе-хе! Хо-хо-хо-хо-хо! Как ей не быть, если вы болели простудными заболеваниями! То есть простудные заболевания со всеми этими соплями, со всеми этим гноем, со всеми этими воспалениями, есть не что иное, как атака микропаразитов! Гноеродные инфекции, там, стафилококки, шмоки-поки и так далее! И она только... А-па! Вошла в ваш организм и начинает там потихонечку тлеть, вызывая то-то манги, ну, вызывая то-то, то-сё! Можно ее хорошенько, знаете, там придавить и антибиотиками, и теми всем! Она попрячется, но тем не менее, тем не менее, надо быть очень внимательными, для того, чтобы она не дать ей возможности откуда-то вылезти из потаенных мест и опять развернуться во всю Ивановскую! Так, с пищеварением всегда были проблемы! Сдутие, бурление, вот это-то-то со школы еще не могла полностью избавиться от этого, страдала до слез! Ну, пищеварение, я уже, вот как раз сейчас я вылажу и книгу по пищеварению, помимо того, что огромная часть этой науки изложена в целительных силах, которые я уже наректовал, я уже это еще разок пересказал в золотых правилах питания! Смотрите, вникайте! Значит, вот эта проблема решается, как правило, дисциплиной и понятией, что и как есть! Если этого не будет, значит, вот как раз с плохого пищеварения и начинаются все проблемы! Вздутие, бурление и так далее, это говорит о том, что посторонние микрофлоры у вас в желудочно-кишечном тракте, которые всасываясь, расселяются опять-таки по всему организму и там, где, грубо говоря, там слабина, там и начинается проблема! Значит, тут, вздутие, бурление только, опа, раздельное питание, раз, использование тмина, два, пить до еды, три, и как правило, как правило, да, и еще есть, когда захочется, появится аппетит такой, хороший аппетит! Сократить вот эти вот приемы еды, то есть количество принимаемых зараз еды, чтобы вы чувствовали, что у вас организм съел, а не то, что вы там с чайком, там, с кофейком, там, плюшечку съели, да, хорошо, и так в любое время, а потом вот эти вот все вещи бывают так! Так, как следовало, сделало ФГС, УЗИ, анализы, выписывали только ферменты, а что ферменты? Вот, знаете, вот, я просто поражаюсь, опять-таки, ферменты! Значит, смотрите, если вы организму облегчаете в чем-то работу, в данном случае вы, там, как бы сказать, ферменты, которые, там, якобы за вас там все это переварят, Организм настолько же начинает снижать выработку своих собственных ферментов, и вы вообще садитесь на эти ферменты, вы становитесь зависимы от них! Кстати, вы чувствуете, какая энергетика у меня? Энергетика растет от одного дня к другому, от часа к часу! А почему? А потому что я этим делом занимаюсь, и, как видите, я занимаюсь успешно! То есть, наглядный пример, я сам себя ловлю! Так вот, если вы используете, там, аномолические препараты гормональные, да, там, организм снижает выработку этих же гормонов, а что их вырабатывать, когда они поступают? То есть, организм настолько, знаете, сбалансированная система, которая регулирует сама себя, и сразу же понижает выработку своих собственных экспериментов, своих собственных гормонов, И так, 5, 10, 3, 20, в зависимости от того, что там поступает! Вот в чем вопрос! Что этого они знают, там, медицина и так далее? Ну, шо это такое? Сделайте меня, в конце концов, супер-дупер-медицина, я хочу возглавить ВОСТ и, по-настоящему, внедрить науку о здоровье человека во всем мире! Я чувствую у себя силы, а то, что делается, знаете, не выдерживает никакой критики, лично моей! Так, только ферменты! И все! То есть, люди, которые выписывали эти ферменты, то бишь, врачи, они даже не задавались особо вопросами, а как вы питаетесь, а что вы едите, а что вы делаете для того, чтобы у вас там пищеварение было сильнее! Кстати, для того, чтобы наладить более мощное пищеварение, вот только я видосик выложу, смотрите! Но это не особо меняло ситуацию, правильно, оно и не поменяет! А питание я не могла наладить как нужно, не могла отказаться от вредных продуктов полностью! А вот тут уже надо, знаете, вот когда вас настолько допекет все это нездоровье, что вы, в конце концов, созреете! Тут надо еще созреть для того, чтобы сказать, да сколько ж можно болеть! Сколько ж можно прозябать! Я хочу быть здоровым! Я хочу жить полноценной жизнью! Вот скажите это все! Все вот эти, знаете, вот тонкоматериальные силы, они стоят рядом с вами и ждут, когда вам помочь! А вы от них отпихиваетесь! И как только вы начинаете работать, помощь сразу же пошла! Вредных продуктов! Сразу вот этот список вредных продуктов вы выпишите для себя и больше никогда их не покупайте, не используйте! Если вы чувствуете, что они вам явно вредят! Зачем себе вредить, а потом принимать какие-то там ферменты, еще что-то, еще что-то, еще что-то, что, в конце концов, тоже вредите! Итого получается двойное вредение! Из-за того, что вы понимаете, что плохими продуктами вы себе вредите, а потом, пытаясь скорректировать вот это вот все, что вы себе навредили, принимаете какие-то там средства, вы еще себе вредите! В конце концов, пора взрослеть! Взрослеть пора! Так, шоколад и сладости ела каждый день! Ну, шоколад и сладости ела каждый день! Сладости они подкармливают! Облизнетворную микрофлору! То есть, организм, я просто объясняю вам! То есть, вот, я тоже съедаю после еды, особенно в обед, я съедаю две конфеты! Я съел две шоколадные конфеты! Съев две конфеты, я их полностью усваивал! А вот если я им съем четыре конфеты, значит, две конфеты, мой организм успеет, вот этот сахар и все там такое усвоит! А пока будут усваивать вот эти две конфеты, остальные две конфеты будут подвергаться бактериальному разложению! Организм не успевает использовать, поэтому сразу же микрофлора накидывается, опа, начинает их кушать! И при этом образуются газы, бродит, бродит! Вот так-то! Так, значит, ела каждый день несколько лет подряд! Ну вот, и вот несколько лет подряд вы, знаете, целенаправленно выращивали вот эту вот болезнетворную микрофлору, которая у вас вздувала, сбурлила и отравляла при этом вас своими, знаете, это самое, продуктами обмена! И плюс она начинает рассматривать вообще наш организм, как кусок мяса, который надо освоить и сожрать! В большом количестве, вообще всегда переедала! Видите, переедали! Еще раз хочу сказать о вреде переедания! Вот, как раз там есть такая пословица! Вот если ты сел за стол, поел и окончил еду еще полуголодным, ты наелся! Если ты выходишь из стола после того, как почувствовал, значит, сытость, ты уже переел! А когда ты уже чувствуешь, что ты уже явно переел, то ты уже отравился! То есть, вот это как раз переедание способствует тому, что у вас начинает на излишках вашей принятой пищи развиваться микрофлора! Организму нужно определенное количество пищи, которую он усваивает и использует! Излишек, излишек ему помогает разложить и вывести из организма микрофлора, которая размножается при этом, выделяет свои там вещи, которые вредны для здоровья! Видите как? Зачем ее кормить излишками? Съедайте столько, сколько вам надо! Не более того, а так вот как раз переедала, значит, вы уже подготавливали почву для серьезных будущих заболеваний! Со временем старалась перейти на горький шоколад! Перестала есть мучное количество, сокращала на сколько мало! Ну, правильно, правильно! Горький шоколад! Вот знаете, когда люди узнают, что есть шоколад! Вот если бы они не знали, что такое шоколад, да они жили бы без него и нормально! Мучное! Ну, не столько страшно мучное, как дрожжевой! Ну и плюс мучное по переизбитку! Сокращала как, насколько могла! Ну, знаете, сокращать тоже очень важно научиться, как это делать! Как это делать! И знаете, принимая пищу, вот вы привыкли, там столько-то есть, столько-то есть, вы уговариваете саму себя, что этого вам вполне достаточно! И если вы достаточно двигаетесь, вы получаете через движение энергию, и вам не так хочется есть! Как только от безделия, вот знаете, вот безделие порождает переедание! Что-то съесть, что-то еще, то есть человек не знает, куда сидеть, и он думает, ну вот я это, покушаю там, или еще там что-то там такое сделаю, дабы потешить себя! И вот это именно и является! Если вы человек занятой, то у вас вот этого не будет! Вы так сели и побежали, надо там, то-то-то-то-то-то! Так! Много двигается, а! Много двигалось, и вес был в норме! Ну, хорошо! Поэтому все равно периодически опять возвращалась к старым привычкам! Побороть старые привычки, мне не так-то просто! Не так-то просто! Их надо не столько побороть, сколько разъяснить себе! Разъяснить себе, в чем вред этого! Это очень важно! Не надо ни с кем бороться! Надо себя разъяснять! Разъяснив, вы уже становитесь вооруженным и сильным против этой привычки! Она перестает над вами иметь власть! Это очень важно понимать! Пищу всегда смешивала, ну, вот, ела за один раз разнохарактерные продукты, тут же запивала кофе, вода, вот, вот, о чем я до этого говорил! Вот это вот отсутствие культуры питания начинает порождать вздутие, там, брожение, далее недомогание и пошло-пошло-пошло-поехало! Сейчас пью за 15 минут до еды, правильно, через час, два после еды, огромная разница! Ну, то есть вы уже поняли, в чем разница, как себе не вредить! До еды и с утра, и в течение дня попить воды со школы в привычке! Ну, ладно, а там в 23-м стало мучиться прыщами! Ну, вот, то есть, вот это все неправильное питание, которое привело к тому, что у вас вместо нормального пищеварения образовывалось, вот, из-за вот этой такой мешанины, которую я только что прочитал, образовывалась слизь, на этой слизи развивалась болезнетворная микрофлора, гноюродная по своей сущности, которая как раз и вызывала прыщи, то есть это говорит о том, что ваша кровь уже, все, хана ей стала! Так, прошли они только года два назад! Это важно понимать, когда человек начинает придерживаться правильного приема пищи и так далее, потихонечку очищается организм от этой слизи, которая имеется в лимфе, которая имеется в основном, то есть ослизнен весь организм, начиная, смотрите, вот клетка, она еще не ослизнена, клетка работает, а вот что все вокруг клетки, она же выделяет из себя и вдобавок всасывает, то есть это все находится в лимфе, вот эта вот лимфатическая межклеточная жидкость, она вся ослизнена, и естественно там как на благоприятной почве развиваются вот эти вот самые разнообразные микробы, вы создали поляну для них, накрыли стол, но они этим делами воспользовались, вот, и как только эта поляна перестает, так бы сказать, быть обильной, потихонечку начинают исчезать вот эти все вещи, да? Далее, на запястьях раз-два в сезон кожа покрывалась, как экземы, видите, то есть все это дело прогрессирует, это важно понимать, если вы ничего не делаете, ведете тот же образ жизни, у вас все это нарастает, 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 то есть все более озлокачествуется и поражает ваш организм, то есть микрофлоры наплевать, кто вы такой, что вы такой, им важно, условия созданы, надо этим пользоваться, и начинается все от простой простуды и начиная и продолжая с вот этим всеми теми прыщами, экземами и так далее. Выписали крем-кандид, последние разы уже ничего не мазала, ждала, пока пройдет, но, знаете, вот это все прет изнутри, а вы хотите, хотите, вот опять-таки неправильный подход, вот эта все гадость имеется внутри, она прет уже через кожу, уже начинает, в частности, и кожа участвовать, как быстро, вот в этом очистительном процессе, раз там не справляется организм, органы выделения, кстати, тут еще о запорах не говорится, ну, почитаем дальше. Вот, и вместо того, чтобы, опять-таки, корешок ликвидировать, откуда это все у нас начинается, мы это все замажем, ну, замазали и замазали, и вот это все и продолжается дальше. Так, в последние годы стали часто вирусные заболевания, ну, естественно, естественно, то есть эволюция, эволюция продолжается. Вот против этого хорошо и тминчик, и курсы керосинчика, и противопаразитарочки, и плюс, естественно, наладец питания, и все эти вирусные заболевания, и прочее, прочее, быстренько отойдут. Так, проходили быстро, но так же быстро опять подхватывало. То есть это говорит о том, что уже там, уже созрело, знаете, вот когда созреет вот эта вот болезнетворная обстановка в организме, ее довольно-таки трудно из себя выгнать, но можно. Вот тут-то можно было бы и использовать голодание, для того, чтобы все это нормализовать и укреплять вот как раз тонкие тела, которые завидуют энергетикой, которая подавляет вот эту себе бяку-капу. Вот тут-то уже надо добавлять, даст ист голодание лечебное. И все время было ощущение гнуя в пазухах. Значит, насчет гнуя в пазухах я вам говорил, используйте нюхательный табак. Нюхательный табак. Вот он у меня стоит, нюхательный табак. Вот у меня имеется тодикамп, а вот у меня имеется нюхательный табак. Это не значит, что я тут все время его тут нюхаю. Но тем не менее, вот как только вы мне начинаете про гаймориты там что-то там напоминать, я так отберу, вот, больше не надо. Видите, какая? Ах! В одно! Ах! В другое! И делайте это раза три в день. Нюхательный табак. Отличная вещь. Фитроциды табака. Прекрасно вот это все гоняет Но тем не менее, вы должны понимать, что надо Ликвидировать вот эту вот поляну, которую вы накрывали в течение многих лет Не понимая это, с вами начали во время прикорма делать родители И дальше вы, глядя, как там люди живут, что такое вкусненькое Что, по вашему мнению, хорошая жизнь, вкусная жизнь, сытая жизнь Вы как раз с помощью ее наживали болячки Так, к врачам К врачам по этому поводу обращалась раньше тоже Тоже, да Говорили по анализам и визуально все в порядке Ну, еще не успела, так сказать, все это дело там разрушиться Но тем не менее, слизь постоянно выделяется Слизь выделяется, сколько раз я вам повторю Через носоглотку То есть наш организм, помимо там различных там шлаков, мочи и кала Выделяет еще слизь через легкие и носоглотку Это три основные способа выделения шлаковых заронизм А слизистый, слизистый, это только легкие носоглотки Так, делала снимок, там тоже ничего не было Почти каждую неделю ходила в аптеку за створами промывания носа Вы уж не подумайте, что я, так сказать, чокнулся Потому что чокнешься из-за того, что постоянно повторяешь И постоянно вот эта глупость Глупость Что вы хотите сделать промыванием носа? Если нос сбрасывает слизь, которая вырабатывается у вас от неправильного питания И это благо, она не накапливается, организм все-таки ее выделяет Вы хотите за счет промывания носа Закупорить этот канал выделения И в результате слизь у вас начнется скапливаться Там, где она не должна быть И образуются разного рода кисты, фибромы, хреномы И прочие-прочие какие-то там непонятные образования внутри вас Видите, что делается? Вместо того, чтобы понять цепочку, как это работает Вы ее обрываете и усугубляете это все Ну, почитаем, как это сказалось дальше Потом решила промывать пазухи подсоленной водой Но это требовалось каждый день То есть подсоленная вода, она подсушивает Я думаю, что мы подсушиваем слизистую носа И этим сам ликвидируем слизистым выделением Последний год вообще выделения из носа стали частые с кровяными прожилками Что-то идет А, ну и с кровяными прожилками, смотрите Это легко тоже, как бы сказать, читается Но для меня, ну вы знаете, как меня называть Так вот, кровяные прожилки у нас Слизистая Это вообще тонкое образование Через которую выделяется Разного рода вот эти вот вещества Слизь и так далее То есть она должна быть в определенном Здоровом состоянии, чтобы это выделять А когда вы ее подсушиваете Постоянно, регулярно Вот если бы вы мочу использовали Возможно бы Вы не так бы подсушивали ее И наносили вред слизистой А так вы ее подсушиваете Приводит к тому, что у вас уже Она перестает нормально работать И уже оголяются кровеносные сосуды И пошли кровенистые вот эти вот выделения Видите, как я Читаю, я вас читаю просто-напросто Читаю И рассказываю Кровяные прожилки От кожи они выделяются То есть вы Хотите и испортить себе носоглотку Важнейший орган Тут же опять кое-что обходило Ха-ха-ха-ха-ха-ха Так, что там Проблем там не нашли Естественно, проблемы в другом месте Все нормально узнавалось Только через несколько месяцев назад Отменила неожиданно для себя Ага Пазухи промывала Также по описанной вами методике То есть, возможно, с уриной Но Вы поняли Дело не в том, чтобы Знаете, вот Одно дело Когда оно и появилось Там его вымыть Промыть И лучше всего Лучше всего Мягкая ванта Это своя собственная урина Вот вы брезгливый Или не брезгливый Вот все, что вы используете Все, что вам предлагается Оказывается Это агрессивное воздействие На слизистую оболочку А вот что касается Своей собственной урины Жидкости Которая выработана Вашим организмом Там содержится И вода мягкая Ваша вода Там содержится Из соли И так далее Вот именно Она-то способствует Не только промыванию Но и восстановлению Слизистой Это очень важно понимать Когда ребеночек Находится Во внутренней стадии И плавает В амниотической жидкости Которая во многом Образуется За счет Выдивительной функции Его же То вот это Как раз уринка Затекает В носик В горлышко Глазки И так далее Ушки И как раз Способствует Тому Поддержанию Их В нормальном Состоянии Это запомните Так Видите Соблички потекли От Собачка Это хорошо Значит Пазухи промыли Вообще Часто было Разбито Состояние Веки Припухшие И Ощущения В пазухах Веки Припухшие Ощущения В пазухах Это говорит о том Что Вот это Излишняя жидкость То есть отеки Скапливаются Отеки скапливаются Из-за того Что как раз Вот Имеется Имеется разного рода Слизь Имеется разного рода Шлаки И что Организм Пытаясь Накачал туда Жидкость Их Хоть как-то Более-менее Это Нормализовать Разбитое Состояние И вот Из-за того Что организм Хронически Борется Вот С той же Слизью С одной И той же Инфекцией И так далее И того подобное Поэтому Нету сил Вот и какой-то Опухлость Вот это вот Все Организм Организм уже Как сказать Особенно Осенью и зимой Особенно Осенью и зимой Смотрите Осенью и зимой Как раз Здесь Сезон Влажный сезон И вот эта Внешняя влага Накладываясь На внутреннюю Она и приводит к этому Вот Так На данный момент Вирусное заболевание Цепляет меньше Но все равно Проявляется Керосинчиком Тодикамчиком Вот Нажать Курсами Керосинчик Тодикамчик Раз Пропили И что я хотел бы Вам сказать Вот насчет Тмина Вот когда я Разжевал Зернышко тмина И вы попробуете Вот Примите керосин А на следующий день Разжойте Зернышко тмина По вкусу Это будет Практически Тот же керосин Поэтому Использую Если вы не хотите Керосин Вот Использую Тмин По одной трети Чайной ложки Там Чуть больше Чуть меньше Регулируя А регулировка Идет по стулу Если он твердый Слишком Высыхает Меньше тмина Если он какой-то У вас неоформленный Больше тмина Если у вас там Мурлит Больше тмина Если у вас Все нормально Меньше тмина Вы как раз Вот эту вот Всю эту заразу Которая идет Из кишечника И дальше пошла Знаете По галактике Так сказать Знаете По галактике Вы ее как раз Усмиряете Проявляется Ну хорошо Цепляют меньше В основном Нарушается пищеварение Пищеварение Значит Смотрите Там как раз Вот я В этом Буквально таки Вчера Выставил видосик Имбирная диета Попробуйте Вот эту вот Имбирную диету Курсик там пройти Для того Чтобы У вас наладился Огонь пищеварения Это раз Далее Вот тмин Знаете Я вот Как зарядил И я в течение Несколько лет Их применяю И очень Очень доволен Стул меняется Ну Как будто Блокируется Все Ага Перечистка печени Получилось Получалось Какие-то Простудные Проявления И на утро После чистки Без клизмы Стула не было Ну Это Вообще Естественно Воспронесло Вот А вообще-то Знаете Когда Мало жизненной энергии То наш кишечник Работает Очень-очень Вяло Очень вяло Я как-нибудь Знаете Приведу Вот Записки О целителе Бруно Немецком Который Значит Как раз В сороковых Пятидесятых Годах В Германии Там Исцелял И там Как раз Очень интересная Вещь Про Запоры Можно Прочитать Так Вообще Чистки Прослабления В основном Не было Это плохо Просто Как обычно Ходило Но при этом Камешки Выходили Камешки Дело Я опять-таки Говорю Не то Что там Камешки Но это Хорошо Выходит Из желчного Пузыря Из печени Из протоков Нам важно Чтоб печень Восстановила Свои функции Зачем Мы чистку То делаем Но даже Когда организм Более Увлажнился Сейчас Все равно Послаблений Нет Эффект был В сезон Активности Печени А сейчас Так не получается Но не надо Вы сейчас Несколько Иное Сейчас Лето Из-за того Что человек Применяет Различные Средства Которые Подсушивают Слизистые Оболочки Оболочки Подсушивают Вот Когда Слизистые Подсушены Они перестают Работать Перестает Тонкий Кишечник Полноценно Всасывает Пищу И Выделяет То есть Слизистые Оболочки Их роль Заключится Не только В том Чтобы Что-то Всосать Но и Выделить И как раз Вот это Вот Все это Нарушается Ну и Тонкий Кишечник Он должен Сокращаться А он Пересох Он пересох И все Он Депассивно Так сказать Так Вроде бы Подготовку Соблюдала Может все таки Из-за Пересушенного Организма Я считаю Да И только что Я рассказал Значит Здесь Очень важно Чтобы Вы принимали Ванны Прогревающие Ванны Втирали в тело Там Оливковое масло И причем Вот если у вас Не получается Это вы делали Гораздо больше То есть У вас подготовка Не 3 дня Допустим К чистке печени Шла А недели Полторы А то 2 Вот так вот Чтобы делали И плюс еще Это не значит Что допустим И пересушенный Кишечник Это может быть Из-за того Что внутри Огромное Количество Слизи Которая Мешает Сработать Оливковое масло И лимонному соку Например Эдуарда Вы же там Посматривайте Я же вам Как раз Все это Говорил Как только Слизь вышла Чистка печени Удалась Так как надо Так Сейчас Сейчас Немножко Есть Пожелтение На локтях И на ступках Иногда Проглядывают Но это Говорит о том Что Желчные шлаки Желчные шлаки В организме Полноценно Не выводятся А скорее всего По причине Того Что Вот этот Насильственный Какой-то Стул Идет Так Не усваиваются Каротиноиды Как я понимаю Может как-то Можно этот эффект Убрать Морковку Не хочется Прекращать Есть Из-за этого А Но тут Может быть Я бы не сказал Из-за того Что они Не усваиваются Вы продолжайте Вот это Все Делать Потихонечку Это все Сработает Не все Сразу Организм Такая Инертная Штука Толкаешь 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 Нормализуешь Нормализуешь А он упирается Упирается Потому что Он знаете Уже Впал в ступор От предыдущих Лет жизни И сдвинуть его Довольно таки Трожно Сложно Но когда сдвинули Он начинает Начинает работать И особенно Хорошо он начинает Работать Когда Вы добавляете Энергетику Из Тонких тел Особенно Из Пранического То есть У нас Несколько Тел Материальное Но вот Всем материальным Что у нас есть Должно что-то Двигать Энергетически Двигать Это как раз Праническое Тело Вот для того Чтобы вот Это тело У вас Заработало Загудело Значит тут Голодание Используется Голодание Тяжело И Не так часто Применяется Но зато Вы можете Использовать Дыхание Пострельниковой Накачивая Себя Энергии Раза Два Три В день Минут По 5 Тире По 15 Что нельзя И вы почувствуете Лучше 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 Вот как только Апатия Вот как только Чувствуете Упадок сил Ну так Остали Смотрите Насколько Я накачался Энергией Мне уже Нельзя так Качаться А то еще Взорвусь А вам Как раз Надо Из-за Недостатка Вот она Знаете Вот Как бы сказать Упущение Что человек Делает Материальные Вещи Не понимая Что Энергетика Слаба И он Вот этими Чистками Которые Требуют Мощной Энергии На свое Осуществление Ее-то И нету Поэтому Для того Чтобы она Накапливалась Накапливалась Энергия Чувствуете Занимайтесь Дыханием По Стрельниковой Это одно Из лучших Так сказать И простых Дыханий Для того Чтобы Накачивать Себе Энергии Запомнили Так И стало Замечать Иногда Губы Немного Становятся Синеватыми В анализах Гемоглобин В пределах Но На нижней Границе А вот Тут Как раз Очень хорошо Помогает Гемоглобинчик Вернуть Это Свежевыжатый сок Стакан Яблочного Сока И туда Столовая Ложка Свекольного Раз Два В день Раз Два В день Один раз Утром И вечером По стакану На следующий день Раз В обед Потом Опять И так И погнали Лето Да вы что Гемоглобинище Будет Так Первый раз Такое Проявилось В том году Частенько Горячок Горячок Интересная вещь Ну пока Мы их опустим Как Как будто Воспаление Какого-то В организме Все равно Есть Раньше Чаще Чаще Такое Бывало Значит Смотрите В любом случае Когда имеется Инфекция В организме Идет Подъем Температуры Он не обязательно Вот так бывает Что там Поднялось Как У некоторых Там Да И там Держится Он так Раз Наскоками Хоп Что-то там Сделал И все Что-то там Сделал И все Ну Бывает Такое Бывает Такое Просто Надо Не путать Это все Так Вес Немного Набрался 46 47 МКГ Значит Для того Чтобы вес Набрался Ходьба Какие-то Движения Плюс Ванны Погревающие И втирание В тело Оливковое масло Хотя Вы вот эти Процедуры Делаете Через день И вы Почувствуете Что вы Как-то Начинаете Округляться Вес Набирается А с ним Вы начинаете Успокаиваться Нормализуются Функции Ваш Организм Из пересушенного Становится Нормальным Начинает Работать И я думаю Цикл восстановился Ведь и цикл Даже Менструальный Цикл У женщин Прекращается У молодых Женщин Которые Начинают Не понимая Того Что они делают Пересушивают Свой организм Сыроедением Неправильным Вегетарианством И прочими Процедурами Или еще Слишком Большим Употреблением Сладкого А сладкое Сушит А сладкое Хочется Потому что Жизненный Принцип Ветра Который Вносит Сухо И холод Он как бы Уровневешивается Сладким Но Сладость Должна быть Естественна Если бы Вы ели Хурму Сухую Хурму Абрикосы Сухие Абрикосы Которые Размачивали И так далее И так далее Это было Другое дело Но волнует Ветра Живной Клетки До сих пор Живные Косточки Не нарастает Жирок Я сказал Что надо Делать Жировая Прослойка Может Так же Может Такое Явление Связанное С сердечной Чакрой Давайте Пока О чакрах Не будем Говорить Есть вещи Которые Вот Работают Без Всяких Чакр А то На чакрах Как говорится Надейтесь Вы даже Не знаете Как С ними Правильно Работать Это Короче Это Забудьте Пока На время О чакрах А поработайте Вот С тремя Жизненными Принципами Которые Как раз Руководят Здоровью А потом Уже Дальше Дальше Пойдет Так Продолжал Очистить Полевую Форму Жизни Еще Какие-то Моменты Можно Применить А Продолжить Чистить Полевую Форму Жизни Да Продолжайте Есть Возможность Давайте Все Это Ну я Я По ходу Чтение Письма Даю Комментарии Что Что Делать То есть Я вам уже Говорил Довольно Таки Много А именно Тут В данном Поставили Гипотериоз Своим Образом Жизни Мышлением А для Того Чтобы Мышление Хорошее Было Слушайте Мои Стихи Слушайте Мои Делайте Мои Эмоциональный Гимнастик Зачем Это Это Знаете С Каких Там Прибамбах Ради Выпидриться Перед Вами Там Плюсу Рассказыв И так Далее Это Все Работает Вы Попробуйте Делайте Так Вес Был На одном Уровне Цикл Не сбивался Конкретных Симптом Не находили Но Потом Обнаружили Антитела Опа Поставили Аутоиммунное Антитела Вот Еще Знаете Вот Когда Не могут Что-то Там Разобраться И вот Это Классная Отговорка Антитела И это У вас Врожденное Так Года Четыре Назад На Л-тероксине А Года Четыре Была На Л-тероксине Ну Знаете Если Этот Самый Кишечник Не Работает То Вот Это Как Раз Начинает Щитовидно Острадать Но Анализ На ТТГ Все Повышался И Мне Добавляли Дозировки Би-би-би-би-би Всегда Знала Что Это Все Так Из-за Мои Оценки Происходящего Ну Что Подразумевается Под Оценкой Происходящего Не Знала Как Работать С Этим Состоянием Спокойно Работать Я уже говорил Дыхание Движение Водные Процедуры Ну Я все Перечислил Далее Эти самые Очень хорошо Чтобы вы использовали Блюда Из прорывшей Пшеницы Целебную Кулиновью Смотрите Читала Молитвы Настрои Периодические Но все Состояние Возвращалось Потом Снова А вот Вы Состояние Возвращалось Снова А вот Вы Должны Для себя Так сказать Сделать Анализ А почему Это состояние Возвращается Что вам мешает Вот у меня Постоянно Такое Состояние Знаете Энергетической Насыщенности И я пою Песни Для многих Это думает Вот это С прибамбахом А это Как бы сказать Излишки Сбрасываются Излишки Энергетики Сбрасываются Через пение Вот это еще Идет Водушевление То есть Я нахожусь В таком Энергетическом Потоке Это очень Интересное Явление Раньше Такого Особо не было Ну и Плюс Я работаю Работаю Уже я Над собой Так Настрой и так далее Знаете Вот молитвы Настрой Читать Периодически Все возрасталось Вот Во время Вот этих Молитв И настроек Вы должны Как бы сказать Поговорить Сами С собой Это очень Важно Что Это просто Инструмент Молитва Там Настрой И так далее Через молитву И настрой Вы должны Настроиться На Самого Себя И как бы сказать Водушевить Свою Так сказать Сущность А че ж ты Это Так захерела Что тебе Жить Неинтересно Ключевое Это Неинтересно Жить И отсюда Вот это Все Постоянное Опускание Если вы Поймете Что жизнь Великолепное Явление Я тайну Жизни Постигаю Которым Бог Я тайну Слово Постигаю Которым Бог Творил Мир И оно Во мне И это Знаю Чудесной Дивной Красоты Оно Снова Существа И заставляет Сердце Биться Любить Творить И верить В жизнь Что Вечно 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 Длится И вы Вспомнили Произнес И чудо Неверное Случилось Ведь Сейчас Я брызнул Из меня И время Юности Явилось Теперь Живу Люблю Творю А слово Тайное Храню Доберитесь До своего Тайного Слова Которое Лежит В основе Вашего Существа И скажите Его Чтоб Оно Заблистало В конце Концов На чем Вам жизнь Дана Чтоб Его Так Прозебали И доходили По аптекам Обследовали Съем И В конце Концов Знаете Вот Решительно Скажите Да не хочу Я так Жить Конц Концов Откройте Шлюзы Энергетические Которые Которые Тут стоят А вы Своим Мышлением Своим Упадничеством Перекрыли И все И все Разбейте Как Дайте Так А И берите Берите Сколько Возьмете Так 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 В двадцатом году Решила заняться Здоровью А А Только Решили Заняться Здоровью Уйти От Тероксина Наладила питание Но все равно Частенько Ела сладости Частенько Ела сладости Из-за того Что Жизненный принцип Ветросухости Холода Был там И вы не знали Как с ним Бороться А он Требует Сладенькое А сладенькое Должно быть Естественное Никакой Немного Там знаете Вот это вот Которое сушить Типа сахара Там и конфет С чоколадом Я уже сказал Что это должно быть Сладкие Сушеные Фрукты Которые Размачиваются Либо Употребляются В свежем виде Стараться Побороть эмоциональное состояние Не принимать Все близко к сердцу Ну как вот Вот Знаете Я читаю Вот так Принимать близко к сердцу Мне так Извините за выражение Близко к попе К пупку И так далее И так далее Любое Состояние Которое вокруг вас Создалось Оно Хочет Вас Чему-то Научить Оно Хочет вам Что-то Показать Вы Возьмите Вот эту Информационную Часть Из этого Обстановки И поймите И поймите Как его Использовать А не Принимайте Его близко К пятке Или еще Там Куда-то Это не то Совершенно Не то И это И это Препараты Препараты Желательно Принимать До конца Жизни Но если Образ жизни Неправильный То пытаются Его как-то Скорректировать Лекарствами Вот это Лежит в основе Современного Лечения Из-за того Что человек Допускает Просчеты Введения Образа Жизни Они Питаются Эти Просчеты Которые Вызывают Допустим Сердцебиение Проблемы С сосудами Высокое Давление Сахарный Диабет Тероксин И прочее Скорректировать Лекарствами Но при этом Как образ жизни Был Порочный Так он и Продолжается Дозировки Растут Потом что-то Новое Подвигает И так далее Это очень хорошая лекция Которую я сейчас Вам читаю Только просмотрите Ее так В ваших Видео Слышалось Что щитовидка Страдает От дышлакового Керанизма Толстой кишки Ну Чаще всего Она пытается Там И почистить Там кровь Привести в порядок То есть Это Мое мнение Если В организме Имеется Переизбыток Чего-то То Организм За счет Допустим Ну Грубо говоря Той же Щитовидной железы Или еще Он пытается Это все Нормализовать И потому Он усилит Ее работу Если вы Это все Сделали Сами Значит Естественно Понижается Выработка Всех этих Веществ Которые Пытались Нормализовать И организм В норме А вот Диагноз Диабета Уже Сильно Сильно Повлиял На жизнь Ну Чего-чего-чего Диагноз Диабета Сладенькая Ну а смотрите Поджелудочная железа Поджелудочная железа Вырабатывает Инсулин И так далее И так далее Естественно Естественно Она Быстро Изнашивается За счет Того Что Слишком Много Поступает Сладкого На которую Надо Быстро Выделять Инсулин Раз Плюс Вы видели Какая Поджелудочная Железа Такой Знаете Железистый Водянистый Орган Из-за Сухости Он Подсыхает И он Не может Полноценно Випульдать Свои Функции Как Только Вы Перестанете Давать Излишки Сахара Как Только Вы Свой Организм Увлажните Как Только Вы Его Нагреете До Нужной Нормы Потому Что Ветер Это Сухость И холод У вас Это все Восстанавливается Плюс Естественное Питание Без Переедания И Сахарная Диабета Нет Сейчас Все Держу Сдаю Периодические Анализы Все В норме На момент Дианы Са Гликированный Ох ты Гликированный Гемоглобин Был 9,8 Сейчас 5,1 Вот знаете И найдут Вот такие Вот вещи Гемоглобин То 5,8 Это все Следствие Это все Следствие Порочного Непонятного Для вас Образа Жизни И думают Что теперь Вот это Надо каким-то Там этим Самым Средством Лекарственным Вернуть Там Туды Суды И так далее Все это Делается Здоровым Образом Жизни Рулите Рулите Головой А не таблетками И диагнозами Так Сепептид Вырос Стал выше Нижней границы С 20-го года Был уже Гораздо Ниже Вот Вот Такую Вот Расскажут И вы Уйдете Как болван Что это Такое Какие-то Пептиды Какой-то Гликированный Еще Что-то Еще Что-то Все На Натыни Все Что Непонятное Что Что Куда Бежать В библиотеку Бежать В аптеку Покупать Лекарства И все Вот Вот Одно Только Настрой Сахарами Это все Обостыло После того Как один раз Перебрела Ковидом Ну Ковид Просто Подталкивает То Что Уже Было Ослаблено Через Месяц После Выздоровления Решила Сдать Анализы Проверить Состояние Здоровья О Состояние Здоровья Проверить Состояние Здоровья Я свое Состояние Здоровья Проверяю Вот Я Встал И если У меня Еще Кое Что Встало Вот Это Здоровье Мои Практически 70 лет Вот Так Я Оцениваю Встал И Встал И хочется И Можется Вот Это Здоровье Состояние А Все Остальное Состояние Так К примеру Так Переболела Этим Заболеванием Считала Легко Три дня Была Температура 38-4 Потом Сама Спала Специально Не сбивала Пила Много Жидкости С ягодой Охлаждалась Примочками На лоб Делала Из препаратов Только В нос Докапывала Против Вирусные Капли И то Ни к чему Без них Так же Все Восстановились После Этого Только Гной В носу Долго Ощущался Ну Естественно Слизистую Испортили Она начала Загноелась Вся эта Ерунда И пока Обновится Естественно Вот этот Гной И так далее А запахи Наполовину Оставались Ну Нормально По пищеварению По анализам Было заключение Нарушение Внешней Секреции Поджелудочной Железы Видите Анализ А мне там Без анализа Ясно Что Может Нарушить Секрецию Поджелудочной Железы Смотрите Видос До этого Что я Говорю Ходила К гастроэнтерологу Тоже С 20 Года Повторно Да Он посмотрит Да Да Опять Выписали Ферменты Мыло Мочало Начинаем Все Сначала Все Слушаю Немочек Немочек Будем обедать Это хорошее Еду Приятно Обедать И все Что Почему Да вон в аптеке есть Их надо продать Давай Вперед И все Иди Зла сдалой Чтобы мы тебя не видели А в этом году А в этом году Когда сдавала Уже Добилась В результатах Большого количества Жирных кислот Волокна А Добавилось Полностью Нарушено Пищеварение Жиры Не всасывается Ага С ферментами И прибиотиками Выписали Антибиотики Принимала Только Хорошее И прибиотики Антибиотики Не принимаю УЗИ И исследования Прохожу Периодически От отклонений Нет Только На УЗИ Щитовидкой Признали АЭТ А иммунного Остается Аутоиммунного Остается Да 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 Значит Смотрите Для того Чтобы нормализовать Своё пищеварение Которое Что-то там Всасывает Что-то там Не всасывает Используется Монодиета А вы используете Только Один продукт Один продукт Съели И то Нормальное Количество Небольшое Часика Через два А когда Всё там Переварилось Съедайте Другой Продукт Чтобы Ваш Пищеварительный Тракт Наконец-таки Восстановил Свою Переваривающую Силу Плюс Вот Я ж вам Имбирную Диету Попробуйте Её потихонечку Потому что Можно так Ухандухать Свой организм Что он Потом Перестаёт Реагировать На всё И вся И вы тут Будете А может Поголодать А может Мочи Там Нахлебаться А может Ещё Там Что-то Сделать Там Пребиотики Хребиотики И тут И тут Понимаете Начинается Словоблудие Мы Сейчас С вас Будем И так И так Я уже Пообедал Как-то Уже Немножко Поднадоело Но вторую Часть Я скажу Только то Что считаю Нужным Не более Начинаем Первое Заболевание Проявилось После Расставания С мужчиной Год Отходило От этого Не могла Прийти В ресурсное Состояние Что за Заболевание В смысле С Заболевание Зобом С щитовидной Железой То есть Человек Не мог Высказаться Сначала Успокоительное Попринимало Потом Обратилось К людям С экстрасенсорными Способностями Верило Не верило Уже Мне все равно Было Хотело Чтобы мне Помогали К психологам Не видела Смысла Обращаться Ох ты Женщина Сделала ритуал С обрыванием Связи Сказала Что Как Энергетический Ошейник Был А до сих пор Не знаю Как к этому Относиться Не навредило Мне все это Но стало Действительно Легче Старался Особо не думать Про то что Обращалась Не зацикливаться Но Несколько дней Даже было Ощущение Как будто Выпадаю Из реальности Все Какие-то Воздействия Все-таки Какое-то Воздействие Явно Получилось Ну Естественно Сам Ритуал Проводился Так Что Я стояла На Изображенной Пентаграмме А Женщина Ритуальным Ножом Сделала Обрыв Между мной И фото Бывшего Мужчины Сказала Что Я беру На себя И свое И его Сказала Что Я беру На себя И свое И его Сначала Что нужно Ему Вернуть Его Отработку Предложили Заговор С молитвами И ритуал С черной Свечой Я так все Я стояла С молитвами Думала Что Просто Отсрашивала Возможно Отработку Кармы О Объем Да А мне вернула женскую энергетику. Энергетику вернула, да. Это воздействие тоже заметила в ближайшие годы. Поняла, что все происходящее неестественным путем только уведет с правильного пути. Со временем старалась замаливать все это. Просила прощения высших сил и мысленно у мужчины. Потом еще пару лет отношения не выстраивались хорошо. Были почти те же чувства при расставаниях. Замуж в итоге вышла, но чувств особо больше не появилось никому. Интересно услышать ваше мнение про это. Какие последствия могут внести такие действия? Ну, я думаю, вы ощущаете все эти последствия, ваши действия. А к расставаниям надо относиться опять-таки. Знаете, вот можно все тут возвести в какой-то ритуал, придать этому какой-то, знаете, шире вселенной горе мою и так далее. Если вы расстаетесь с человеком, с которым думали, что там построят какие-то отношения, но они не построились, значит, надо просто это принять и сказать себе, ну, да, это не твой человек. Что я буду упорствовать, чтобы, будем говорить, как-то там существовать? Лишь бы, лишь бы. К этому надо относиться легко и просто. Это не ваш человек. Просто не ваш человек. Ну, было, да, то, сё, пятое, десятое. Естественно, как бы сказать, когда что-то происходит, что-то, как бы сказать, ну, вы пробуйте построить отношения. Ну, раз они не строятся дальше так, как, тем более, как вы хотите, как он там хочет, значит, это не ваш человек. Ну, не ваш человек и всё. Вот и всё. Просто и всё. Без всяких заморочек. Понимаете, можно заморачиваться, а можно относиться просто и легко. Если понять вот это, это не ваш человек, вы попробовали, дабы узнать, насколько это соответствует вашим желаниям, ну, чувствуете, это не соответствует ни вашим, ни его желаниям. Так чё ж тут тогда это самое? Притягиваться. В том письме я писал о своём состоянии. У меня вообще возникло от этого всё ощущение, что люди чувствуют посмертное состояние. Было ощущение, что всё это наблюдая, как со стороны больше, как окружающие себя ведут. Я много анализировала жизнь с детства. Ощущение, что всё как-то прошло, что ли. К сожалению, были даже периодами страх смерти в какой-то степени. Раньше были моменты, когда мой мир менялся, но в этот раз это было слишком явственно. Не знаю, насколько это, что с этим делать. Хочу ещё писать свой рацион. Когда скорректировала сахар, не принимая, особенно после еды, скакали до 14 единиц, пока в рационе была молочка, магазинный хлеб и некоторые ненужные продукты. Причём еды сейчас начинаю с тарелки овощей и зелени. Правильно. А, приёме еды сейчас начинаю с тарелки овощей и зелени. Каждый день ем свёклу, морковь, сельдер, авокадо. Нормально. Перепеленные яйца, крупы, кино, овсянку, перлуху, орехи. То есть как раз вот эти вот крупы, которые потихонечку повышают, как бы сказать, сахар в крови. Отлично. Орехи нормально. Все крупы и орехи вымачиваю. Можно вымачивать, можно отваривать. Добавляю оливковое масло. Я бы добавлял топлёное масло. Сливочное топлёное масло. Это лучше для пищеварения. Топлёное масло тоже ем с момента, когда стало приводить рацион в норму. Урбичи разные. Что такое урбичи, не знаю. Вместо обычного сладкого. Шоколад 70% на меду. Может вы халву поедите? Халва она лучше уравновешивает ветер вообще-то. Но опять-таки, её так надо несколько в меру есть. Рыбу, курятину, по вашему совету. Сало очень насыщает хорошо. Ну вот, сало очень насыщает хорошо. То есть, жиры усваиваются от сала. Пищеварение пришло в норму. Ну, принимаю чёрный тмин. Пропивала полынь, гвоздику недели две. Гвоздику надо почаще пропивать курсами две недели. Через месяц две недели. Через месяц две недели. Наряду с тмином. На тощак соду, когда обострение, кандидные проявления, выделения происходят. Видите, кандида там уже огнездилась в организме. То есть, молочница. На тощак соду, когда обострялись. Значит, вот смотрите, вот эту вот кандиду как раз и надо. Вот это тмином и приёмом гвоздики. Вот так, как я сказал, постоянно. Плюс сахара. Меньше, меньше сладко. И более-менее будет. После чистки печени было такое. Хочу посоветоваться по антипаразитарной очистке. Как бы с чего её начать. Ну, антипаразитарная очистка. Там же всё же я повылаживал. Как этих от паразитов чиститься. Плюс описание есть. Всё, что, как и делать. Хотя бы с той тройчатки начинайте. И погнали. Купил и берёзовый дёготь. Можно начать с него. Нет, лучше начните с тройчатки, если уж на то пошло. Такой проверенный вариантик. А берёзовый дёготь вы уже там будете. Ну, там, допустим, понедельки. Там капельки по две принимать. Там на молоко. То есть, я думаю, больше двух недель его не надо принимать. Капельки по две на молоко. Раз в день. Так, очень понравился метод для печени со специями тмина, аниса, укропа, корианда, фенхеля и стены. Ну, вот и продолжите его. Раз он вам понравился. Но, опять-таки, просто сделайте длиннее, без всякой чистки печени. Так, пропила, сделала ещё чистку печени после этого. Есть ли смысл проделать чистку печени с маслом и лимоном каждый месяц в течение этого года? Это очень тяжело. Это очень тяжело. И не так эффективно, как вы думаете. И вот с чего вы взяли, что надо каждый, каждый, значит, месяц. А оливковым маслом смазываешь уже полгода. Отлично. До сих пор после каждого утра душа это делает. Правильно, делайте. Про сны очень интересные будут ваши комментарии. Года два очень часто мы стали приходить. Приходить во сне три человека. Бабушка, умершая моя, одноклассник, свёл счёты с жизнью давно. И актёр Владислав Галкин. Частенько во снах я общаюсь с людьми. Спрашиваю про текущие дела, потом узнаю. Так оно и есть. А эти три человека в основном молча приходят. Но у них во сне мне не приходит в голову спросить особо что-то. А вы вот спросите что-то. Просто-напросто пересну. Задайте себе, так сказать, программу. Вот проговорите. Я спрашиваю у этих трёх людей то-то, то-то, то-то. И ложитесь спать. А вот с Владиславом иногда разговаривали. После того, как поставили диагноз, они почти не снятся. До этого бывало, каждый день с ней. Почему-то именно этим людям. Хотелось спросить ещё про страх. И до сих пор страшновато находиться в темноте. Ну, бывает такое. Опять-таки, что именно вас пугает? Надо разобраться, что именно вас в темноте пугает. Такой, знаете, хороший разговор с собой сделать. И наружу. Опа. В темноту окунуться. И при этом с вот этими установками. В любом случае, есть такая хорошая поговорка. Два раза не умирать. А если положено, значит, так положено. Так что тогда переживать-то по поводу всякого якого. Так. И если приходится, когда ночевать одной, плохо сплю. Очень тревожно. Периодически страшно. Пониженная энергетика. Я, по крайней мере, вот когда человек использует дыхание, очищающее полевую форму жизни, то начинают эти сны, которые показывают, что там имеется у него, если там полевые какие-то паразиты и так далее. И больше, больше доверяйте себе. Вот если мы больше доверяем себе, не боимся за свою жизнь, то вот эти страхи перестают над нами иметь силы. А когда мы не доверяем себе, считаем зависимыми, вот это вот часто и проявляется. И еще одно главное дело, как то, как то бы подготовиться проносить беременность. Не представляю, как бы это сделать с диагнозом диабета. В основном примеры, как восстановились мужчины. Не нашла ни одной девушки, которая бы проносила беременность, оказавшись именно в похожих условиях со мной. Сама зная, что могу контролировать, не прибегая к аптечным препаратам, а вот беременностью не зная, как бы эту задачу исцелить. Ну, сначала восстановитесь, чтобы все у вас работало нормально. И когда вы почувствуете, что полностью готово, тогда, если вам это надо, тогда и все получится. Сейчас уже можно почистить сад паразитов. Очистительная процедура я прошла. Питание полгода налажено. Письмо получилось очень большим. Но так хотелось бы услышать ваши рассуждения на мои вопросы. Я выдал огромное количество рассуждений. Я думаю, что эти все эти рассуждения будут полезны для всех заходящих на канал. Так что внимательно все это делайте. Прослушайте, кому это надо. Поразмыслите, сопоставьте с собой, взвесьте. И, как говорится, на все более Божья воля. Раз ребенок к вам положен, значит он будет. А все остальные глупости, которые я перечислил, постарайтесь не делать. Рассудок должен быть здравым. В отношении ко всему.